1 октября весь мир отмечал День пожилого человека. Этот праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Однако отмечать этот праздник начали лишь с 2001 года. Главной целью этого дня является обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Ну и, конечно же, окружить их вниманием и заботой, порадовать праздничными концертами и мероприятиями. В городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В зале собрались представители общественных объединений, ветераны войны и труда, просто жители города. У каждого из них за плечами годы труда на благо родной страны. Несмотря на преклонный возраст, они по-прежнему молоды душой, активны и жизнерадостны. Я 35 лет отдал народному образованию. Я учитель истории и общества здания. Работал в Ростовской области. 21 год отдал Ямалу. 7 лет отдал в Петровской средней школе номер 29. Поэтому я учитель со стажем. Сейчас пенсионер. А чем сейчас занимаетесь? Сейчас занимаюсь внуком, семьей, родительским домом, дачей в Петровской. Ну и, разумеется, делами казачества. В нашем поселке Степном есть клуб. И я туда собираю людей тоже, чтобы пообщаться всем вместе, побыть. Как-то людей взбодрить немножечко надо. Да, организовываю эти мероприятия. Вот сейчас после этого концерта мы и приедем, и сразу пойдем в клуб. Отметим день пожилого человека. Глядя на этих открытых, жизнерадостных людей, понимаешь, что все возрастные границы условны. Если человек активен, полон сил и, несмотря на возраст, продолжает трудиться на благо общества, пожилым его трудно назвать. Выход на пенсию – не повод успокоиться. Напротив, надо всегда двигаться вперед, уверены гости праздника. Найти свое дело на пенсии ни в коем случае не успокаивается, никого не слушать, а жить активной жизнью. И радовать и себя, и близких своих, детей, внуков. Хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни. И, в общем-то, старость нас дома не застанет. Мы в дороге, мы в пути. Поддержки и помощи людям пожилого возраста в нашем районе уделяется особое внимание. Более 12 тысяч славянцев преклонного возраста пользуются услугами социального центра. Еще пяти тысячам жителям социальные работники оказывают помощь на дому. В День пожилого человека в адрес собравшихся в зале было сказано много теплых слов с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, обоих и верными помощниками для детей и внуков. Лучшие творческие коллективы города и района подготовили для собравшихся праздничный концерт. Со сцены звучали любимые старшим поколением песни. Зрители активно поддерживали выступающих и даже подпевали им. Зрители активно поддерживали им. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События».